шумно друзья гудят компрессоры стройка по-тихому не делается так скажем вот кладут нам крышу материал на крыше это такие плиточки называется у нас асфальт шингл есть у них тоже название мне часто ребята говорили и по-русски тоже но я не запоминаю битумные плитки как-то вот так она называется вот вы видите хорошо это недорогая очень надежная крыша 40 40 лет стоит это наш это наш прораб супруга я чувствую так вот они пришли все вместе на стройку мы не сговаривались абсолютно не сговаривались так пару слов для наших зрителей как супруг вообще не пошел на рыбалку не пошел да и на охоту не пошел на охоту не на рыбалку вот но даже нечего дальше сказать вы увидите сейчас вообще есть олень какой теле сейчас временно размножается так и мы его не трогаем в этот период так так и мы занимаемся работой что большой плюс рыба щас как рыба щас самом разгаре весна нерест и но я именно в этот сезон я закрываюсь все для того чтобы одно это речная рыба нерестится речна да ладно хорошо что у нас тут вообще как вот какие планы планы такие что если не сегодня то завтра вероятно все мы закончим крышу и мы в течение пару дней подготовим у нас понедельник окна придут инспекция нет окна у нас приходят окна завтра и него вторнику будут должны быть установлены это значит что стака это российские люди до штукатурка по сетке будет закончена вот эта стадия которая связана с подготовить на до того как мы вот что это за бумага вот это черное это а вот а пробег это вода не принесли за защита защита от влага влага защита а вот такой вопрос мне часто люди вот так они смотрят и говорят ох полыхнет не дай бог там все такое деревянное я у вас все все деревянное но как мера огнезащиты у вас есть спринклерные установки которые будут здесь установлены на момент возникновения есть внутри будет источник например уверены что в городских трубах есть достаточно давления воды например да для этого дела да она так запроектирована согласовано и мы действуем в соответствии согласовым я когда был страховым агентом и страховал дома там была скидка на это дело за пожарные дела за спринклку но но компания говорю так если надо только справку из городских сетей что достаточно напора воды а то спринклка есть обрызгать не будет а это это ответственность компании которые поставляют воду поддерживать в сети давление которое необходимо д д д то есть это с учетом ответственности компании которые поставляют воду отлично пусть и мы так стоим а здесь вот дерево цветет это наверное японская вишня вот у нашего но красиво красиво у нашего дома вот есть свое такое дерево так ну что там внутри не опасно ходить как нет когда сверху бомбят нет говорили ребята что вот как пару месяцев назад говорили ой да у меня там узбеки или там таджики на стройке каждый день убирают а у вас то черти что пожалуйста ну можно посмотреть как поддержана чистота на проекте но последние дни техника безопасности это во многом взаимосвязанные вещи последние дни намного чище но вот я помню было время когда даже по российским делам уборка идет в конце рабочего дня до и тогда что если вы снимаете в 2 часа дня когда еще весь полный рога вы безусловно увидите там валяющийся того или сего если съемки сделаны вот так то это то что при коммунистах тоже было в конце дня вы положено выбирать да я рассказываю как застал период при коммунистическом я вам хочу сказать что традиции вот я на россиян кстати сейчас традиции или культура российского строительства декларированная да когда она очень ценная эта наработка потому что строительный комплекс советского союза не имел аналогов в мире отсюда понятия методы и так дальше умели умели и делали колоссальные объемы строительства другое дело что они не соблюдались но как норма строительства она была продекларирована и записана что вы должны под это была культура производства понятия техника безопасности и так дальше от того что ее не соблюдали нет но мы были образованы мы были воспитаны магазины открывались а я хочу сказать это стереотипа безусловно были эти так дальше это такое а как и этой системы да я думаю что это более сложное явление чем он просто недисциплинированность так дальше надо понимать обстановка которые жили те которые ходили в морозы и в дожди и в это на настройки имея свои проблемы тогда что есть и сегодня по сегодняшним понятиям многие из них находились депрессивном состоянии а вот такой вопрос я думаю что вот зритель который нас смотрит из украины россии там беларуси немножко недооценивает как бы производственные навыки скажем вот наших там испаноговорящих коллег потому что как считается что это вот люди которые там или тачку возят или там ну что такое совсем примитивно или квалифицированы и так далее я просто видел таких которые чудеса творили на старой площадке и вот как вот с точки зрения прородской если говорить вообще потому что эта тема такая очень большая тоже как и любая другая на протяжении многих лет в связи с внутренней политикой соединенных штатов предыдущих ее руководителей удельный вес испаноговорящих латино латинского происхождения людей здесь стал чрезвычайно высокий настройки они они приехали сюда то из этот период они обучились очень многому и на сегодняшний день они практически незаменимы во многих трейдах во многих это вот плотники кровельщики бетонщики а лэндскейперы какие я лэндскейперы это это те которые занимаются огородами так дальше это лишь маленькая доля это как бы хотя там тоже требуется я говорю о том что вот во многом здесь построена сделано руками и знаниями здесь присутствовал вот здесь руководители этого подразделения которое занималась этим он 30 лет мы с ним знакомы около 10 лет он чрезвычайно опытный чрезвычайно высшей квалификации плотники плотницкой бригады а многие по-английски прекрасно говорят абсолютно я вам говорю на протяжении многих многих лет но если человек 30 лет занимается то доказательство этому многому хочу сказать какое среди них колоссальное количество людей которые не только строят но зарабатывать следует инвестируют и у них там просто абсолютно но здесь по поводу инвестирования деньги которые инвестируется испаноговорящими людьми так дальше не а да это не только местные деньги это деньги приходит оттуда потому что сегодня благоприятное инвестирование но надо отметить очень позитивную роль а вот если не дай бог сейчас они вот так возьмут и наедут но как тут удастся вот иммиграционную политику как бы нынешнюю это никогда не произойдет из того что даже будем говорить на сегодняшний день в политике соединенных штатов нынешний президент обсуждается эта тема иммиграционная речь о том что как бы всех депортировать об этом речь не идет сегодняшние действия связаны с тем что тот элемент криминальный которые нанесли большой ущерб соединенным штатам над этим работают очень интенсивно но это не касается тех а вот по этому вопросу большинства из тех которые уже есть долгое время стоит вопрос дипломатично о том как решить потому что это судьбы людей так получилось что они здесь но я не слышал ни одного даже потенциально о том чтобы вот такой массовой депортации не сталинские времена это не не стоит вопрос как на повестке дня до криков о том что надо именно депортировать все 11 лет и речь идет о криминальных на состоянии на сегодня из того что я знаю никогда одну предложение миллион восемьсот тысяч то есть сколько миллион восемьсот тысяч это просто дать им как бы перспективу стать здесь но естественно определенных условиях обсуждать сейчас миграционную политику тела на мой взгляд она соответствует интересам страны как бы с учетом интересов тех которые так получилось что они нарушили ощущение что иммиграционная политика абсолютно бесконтрольно то есть законы есть они не исполняются это так было в долгое время мы имеем то что да да вот то что мы имеем она результат но я не вижу чтобы что-то изменилось на самом деле это слишком сложный механизм поэтому с точки зрения как такого жупела политического помахать можно но изменить что-то если бы они 11 миллионов убрали вот так течение года из страны это просто рухнула бы экономика южных штатов дело не в экономике это это люди судьбы и так дальше подобное это надо иметь ввиду так получилось я могу осуждать предыдущие направления на сегодняшний день я вижу программу на самом высоком уровне которая связана с обсуждением принятием конкретных решений дабы предотвратить дальнейшей драму которая происходит с этим и вернуться обратно к тем кто уже здесь адекватное решение вот я вижу большие конкретные усилия дай бог да это во благо всех участников потому что есть заболевание я могу сформулировать то что мы имеем и конкретные люди как обсуждают этот вопрос как его решить ну дай бог я вижу позитив в этом смысле все мы тогда нашим зрителям передаем привет если кто-то вот думает хочу приехать по берегу очень много ребят которые гринкарт на корее выигрывают и они как бы легитимные и хотели бы работать на стройке вот что и что делать человеку который хочет приехать и работать на стройке там гринкарта все у него есть но может быть по-английски нездоров до с опытом даже я делаю вы хотите чтобы я прокомментировал ну что какой-то совет на быть практика поскольку я проходил тот же путь о котором мы сейчас обсуждаем да да я могу сказать что я приехал в эту страну уже имея богатый опыт было ощущение что я много знаю или знаю достаточно чтобы войти то есть активно войти в этот в эту индустрию что оказалось оказалось что что мое ощущение о том что я знаю был основной препоной тому быстро вошел не готов был учиться да это надо знать вообще система строительства на на это не кулибинский вот я как бы врач был родился так сделал себе туалет на улице да и отсюда я уже строить здесь все регламентирует она вся все эти процедуры они описаны и построить ванную или сделать этот душ она имеет 25 позиций о которых я уже узнал потом став уже и так дальше подобно я потерял относительно много волос проходя через инспекции которые меня возвращали к тому что это надо знать они вот так не пройдет я бы сказал что современными да я казалось бы творческий чак уже тоже далеко не кулибин он пролетарий или можно сказать рядовыми ремесленник ремесленник ну а квалифицированный ремесленник такой армии какая где все были очень ограничено вот вот те дали кусок вот там и твой опять же поскольку мы не говорим в целом и так дальше здесь есть целые регионы где россияне с большим уважением к нашему я могу сказать для тех которые ну планируют быть здесь это психолог психологический это состояние психологии и россияне которые прошли и уже преодолели свои эти приборы и так дальше и к тому что пальчик иногда девается они более готовы к вот стать здесь строителями и так дальше все зависит естественно от их умений и знаний и так дальше но то что каждому из них придется довольно много времени работать для того чтобы адаптировать свои знания и языковой барьер присутствует при этом и так дальше то есть оно потребует больших усилий времени и конечно же везение если попадется если они войдут бригады или в какие-то компании которые уделяют достаточно времени для их образования адаптивно какие-то такие да но совет какой забыть в какой-то степени или перестать быть уверенным в том что российские знания напрямую перейдут знания американские это выводится настолько в любой профессии и правда я вижу это в абсолютно всех профессий очень мешает адаптироваться ладно давайте да от отпустим нашего прораба тем более жена его ждет и благодарим последний раз вот он домик-то нас обили его этой самой сеткой винтик как хорошо здесь хотя бы потише стало то знаете там с камеры и мне так тяжело думаю как там наш зритель то все это выдерживает по башке баба баба репортаж со стройплощадки так что задавайте вопросы друзья если там оказия будет я обязательно перезадам